Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о КОшках. КОшка – одно из самых популярных домашних животных. Люди очень любят кошек. Кошки были приручены несколько тысяч лет назад в Египте. Известно, что для древних египтян кошки были священными животными. Кошка в доме считалась личной защитницей и почиталась как святая. Если в доме вспыхивал пожар, первой спасали кошку. Если кошка умирала по чьей-то вине, то этого человека могли строго наказать. Почему египтяне поклонялись кошкам? Я думаю, они это делали, потому что кошки – очень необычные животные. Их глаза светятся в темноте, они двигаются бесшумно и очень грациозно. Но прежде всего древние египтяне, я думаю, любили кошек за их способность убивать мышей и крыс. Поскольку не было безопасных хранилищ для продовольственных товаров, мыши и крысы часто уничтожали продукты, и семья могла просто умереть от голода. Любопытно, что европейцы познакомили с этим животным гораздо позже, в средние века. Но наши европейские предшественники были довольно жестоки к кошкам. Кошки, особенно чёрные, считались помощниками ведьм и были сожжены в больших количествах. Русские люди познакомились с кошками только в конце 16 века. С тех пор кошки стали очень популярны. Кошки – действительно удивительные животные. Я где-то читала, что Бог создал кошку для того, чтобы человек мог погладить тигра. Я полностью согласна с этим. Но кошки, в отличие от собак, не служат людям. Кошки уверены, что люди служат им. У меня такое чувство, что кошки считают, что наша работа заботится о них. Кошки делают только то, что хотят. Они могут лежать на ваших коленях, мурлыкать или лежать где-то на полу и даже не смотреть в вашу сторону. Мне не нравится, что кошка может даже не повернуть голову, когда хозяин зовёт её. Кошки – свободолюбивые животные. Но, несмотря на то, что они живут сами по себе, есть много историй о том, как они спасали своих хозяев. Например, кошки предупреждали своих владельцев о пожарах в их домах. Мне особенно нравятся удивительные истории, где кошки, защищая детей, сражались с собаками и змеями. Люди всегда думали, что кошки – мистические существа. Различные эксперименты и исследования показали, что кошки оказывают положительное влияние на организм человека. Есть подтверждённый факт того, что кровяное давление людей, которые гладят кошку, со временем нормализуется. И многие люди считают, что кошка может лечить болезни. В медицине существует новое направление, которое называется кошачья терапия. Идея этого метода проста – вы берёте кошку и начинаете гладить её и играть с ней. Результаты кошачьей терапии впечатляют. Некоторым людям сердечными и психическими заболеваниями действительно становится лучше. Есть ещё одно мнение о необыкновенных способностях кошек. Они могут видеть призраков. И это самая настоящая мистика. В мире есть много разных пород кошек. Лично мне нравятся сибирские, русские голубые и сиамские кошки. Но больше всего мне нравятся кошки, которые не принадлежат ни к какой породе. Я думаю, что в случае с кошками породы абсолютно не важны. Я считаю, что кошки вносят уют и комфорт в наш дом. Когда я жила в Африке, у меня было два кота – Фисель и Декстер. Фисель – сиамский кот. Трус с непростым характером и настоящий домосед. В переводе с французского «фисель» – это верёвка, шпагат. Он и правда был очень худой, как верёвка. И я по своему опыту знаю, что покорить сердце кота очень непросто. У меня на это ушло больше года. Но всё-таки он меня полюбил. Декстер – непородистый кот, настоящий охотник, убийца птиц, независимый, свободолюбивый, но очень ласковый котик. Оба кота были подобраны на улице, поэтому они беззаветно любили своего хозяина. Мне пришлось уехать из Африки, но я очень скучаю по моим котикам и всегда буду их помнить. Друзья, а как вы относитесь к кошкам? Есть ли у вас домашнее животное? Хотели бы вы завести домашнее животное? Если да, то какое? Напишите мне об этом в комментариях к этому видео. Спасибо за внимание. Пока!